Добрый вечер с новостями. К этому часу Алия Битова. Коротко о главных событиях дня. Заключённый скончался после драки в колонии Карагандинской области. Подробности в выпуске. 40 лет без ремонта. Летучие мыши поселились в одном из детсадов Атырау. В Актау школьников госпитализировали после получения плановой прививки от гепатита. Что говорят врачи? Из-за дефицита воды фермеры Жамбулской области уже 6 лет сидят без урожая. Почему затянулось строительство водоканала? Владельцев автомоек обяжут установить фильтры для повторного использования воды. Кого ещё коснётся нововведение? В Карагандинской области во время драки в тюремной колонии погиб осуждённый. Как сообщили в пресс-службе областного департамента уголовно-исполнительной системы, кровавый конфликт возник между двумя заключёнными уроженцами Карагандинской области и области Улытау. Отмечается, что инцидент произошёл ещё три дня назад. Сейчас в колонии проводится проверка по факту возбудили уголовное дело. Между осужденными произошёл конфликт, в результате которого один из них от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту возбудено уголовное дело. Комитетом уголовного сплата системы назначена проверка, по результатам которой действием сотрудников будет дана правовая оценка. В Атрау детсад облюбовали летучие мыши. Отряд рукокрылых поселился в здании, которое не ремонтировали несколько десятков лет. Первыми неладные заметили родители, нашедшие труп млекопитающего. Люди опасаются, что животные теперь могут напасть на детей и возмущены тем, что дошкольное учреждение продолжает работать. Факт соседства с ночными рукокрылыми в администрации дошкольного учреждения опровергать не стали, отметив, что ведут борьбу с незваными гостями. После жалоб родителей мы направили письмо в городской отдел образования. Конкурс выиграла одна компания, чьи сотрудники в выходные произвели дезинфекцию в подвале и комнатах. Первый день детсад был закрыт, поскольку сотрудники проводили влажную уборку. Будем и впредь проводить дезинфекционные работы. Впрочем, этот случай с летучими мышами, как оказалось, далеко не единичный. В АТРАО в областном департаменте ПЧС сообщили, что от жителей за прошлый год поступило 20 вызовов. Специалисты-зоологи отмечают, что никакого вреда для человека от соседства с летучими мышами нет. Они селятся в темных и теплых местах многоквартирных домов. Часто бывает так, что люди их вспугивают, поэтому они начинают метаться, искать новое место, где бы им дальше продолжить зимовку. А обычно, если вспугнуть их и у них нет выхода на улицу, они, конечно, сами по доброй воле не полетят, там они погибают 100%. Утечка бензина произошла на АТРАОском нефтеперерабатывающем заводе. Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях. Накануне вечером в установке олигомеризации бутенов был обнаружен пропуск на коллекторе прямогонного бензина. Для устранения дефектного участка на предприятии приняли оперативные меры. Сейчас все установки работают в штатном режиме. Отгрузка нефтепродуктов идет по плану. Этот турбопровод предназначен для пусковых процессов. Он постоянно не используется. Используется только раз в году. Все установки завода находятся на технологическом режиме. Производство, отгрузка нефтепродуктов производится в плановом режиме. Из-за пожара в аэропорту Астаны задерживаются 18 рейсов. Время их возобновления неизвестно. Пассажиры не могут улететь в Дубай, Стамбул, Санкт-Петербург, Варшаву и в города Казахстана. При этом воздушная гавань продолжает принимать прибывающие рейсы. 18 рейсов отклонились от запланированного графика. 14 из них внутри казахстанских рейсов, 4 рейса международных. Сейчас началась регистрация. Пассажиры готовятся к вылету. В связи с произошедшими событиями в аэропорту работают члены кризисных групп по утвержденным алгоритмам. Пассажирам предоставлены прохладительные и горячие напитки. Отмечу, пожар произошел в столичном аэропорту Ранимутром. Огнеборцы выехали на место по повышенному рангу. В одном из терминалов горели электрокабели. Людей эвакуировали из-за сильного задымления здания. Всего в серверные терминала номер 2 сгорело 15 квадратных метров. 08.24 пожар был ликвидирован. Также на месте был организован обогрев эвакуированных людей. 4 единицы автобуса, автобусного парка номер 1. И 4 единицы техники департамента ПОЧС города Астаны. На данное время причина пожара устанавливается. С 11.16 аэропорт работает в шатном режиме. Мощные паводки могут охватить сразу несколько районов в Актюбинской области. В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, на следующей неделе в регионе ожидаются обильные дожди и резкое потепление. Как сообщили в областном ДЧС, под угрозой подтопления сейчас находятся 32 участка на шести республиканских трассах. В период половодия на местах планируют организовать круглосуточное дежурство. А вблизи автодорог усилили работы по очистке от снега под мостовые зоны и расчистке русел рек возле мостов. Отмечается, что в масштабных работах задействовано около 400 рабочих и свыше 100 единиц спецтехники. Всего имеется 32 паводкоопасных участка. Один на участке реконструкции. Это возле поселка Бестамак. Мост, который в этом году будет достроен. Есть угроза. На остальные участки, это участки Ахтюбе, Орске, Хараптах, Костана, есть саморашинка направления Храмтау и Западной Казахстанской области имеется. Во всех районах имеются дорожные эксплуатационные участки и пункты, на которых уже имеется техника, необходимое количество местных материалов. Необходимость укрепления экономического и военного потенциала страны в связи с усложнением геополитической ситуации в мире, отметил Касымжумар Тукаев. Сегодня глава государства провел заседание Совбеза. Участники встречи рассмотрели вопросы реализации стратегии национальной безопасности. Важно анализировать вызовы и угрозы нацбезопасности и выработать меры по их предупреждению. Этот вопрос должен быть приоритетным в деятельности всех ведомств, отметил глава государства. В октаву двоих школьников госпитализировали после получения плановой прививки от гепатита. Шестиклассникам стало плохо во время одного из уроков. По словам врачей, выявленные симптомы не были связаны с вакцинацией. Ухудшение состояния пациентов вызвал психоэмоциональный стресс. Сообщается, что дети и ранее получали плановые прививки и на диспансерном учете не состоят. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное. Побочных эффектов от прививки не было выявлено. Во время осмотра состояние детей оценивалось как удовлетворительное. Родители отказались от дальнейшей госпитализации. Сразу после этого пациентов направили на амбулаторный контроль по месту жительства. Премьер-министр Улжас Бегтенов раскритиковал Акиматы и государственные органы за низкие темпы реализации нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения». Из 309 объектов медицины, которые планировали строить изначально, в итоге сдали 92. 7 все еще достраивают. Также, по его словам, затягиваются сроки закупа оборудования и ремонта существующих зданий. В прошлом году планировалось построить 309 объектов. Однако подготовка документации затянулась. Министерство здравоохранения ослабило контроль. Акиматы меняли расположение объектов, тянулись с участками и началом строительства. Затягивались вопросы оформления проектной документации и экспертизы. Поэтому были провалены сроки начала строительства медобъектов на селе. Логистические центры появятся вокруг Астаны. Об этом сообщил Аким столицы Женес Касымбек. По его словам, жители городов и сел, расположенных рядом, будут заезжать в город на автобусах, оставляя свои машины за его пределами. Он отметил, что это мировая практика. Центры создадут на пяти основных направлениях. Будут создаваться логистические центры, до которых будут доходить крупные автобусные маршруты. Или люди могут оттуда доезжать на своих, на легковом транспорте и потом пересаживаться. Например, если они едут в центр или в те места, где сложно найти парковку или дорогая парковка, пересаживаться на общественный транспорт. Во всем мире, вокруг крупных городов, существуют такие центры. Ежедневно в столицу заезжает более 200 тысяч человек и 30 тысяч автомобилей. Это оказывает сильную нагрузку на инфраструктуру. Количество жителей растет не только в главном городе, но и в населенных пунктах вокруг столицы. Официальный рост за последние несколько лет составил 72%. В самом городе Коши у нас зарегистрировано официально 52 тысячи горожан. На де-факто проживает 112 тысяч. Поэтому сегодня эти вопросы как раз мы и подняли на уровне правительства. Потому что вы знаете, что мы планируем одни мероприятия на определенное количество населения. Но потом она не может иметь свое завершение, потому что необходимо, например, эти ветки теплоснабжения, электроснабжения дальше продолжить. А это требует корректировки. Вы смотрите новости и вот что вас ждет во второй части выпуска. Из-за дефицита воды фермеры Жамбулской области уже 6 лет сидят без урожая. Почему затянулось строительство водоканала? Владельцев автомоек обяжут установить фильтры для повторного использования воды. Кого еще коснется новобедения? Вы смотрите новости. Продолжаем выпуск. С ощутимым дефицитом воды в этом году могут столкнуться десятки фермерских хозяйств Жамбулской области. Все, как утверждают крестьяне, из-за затяжной стройки 12 оросительных каналов. Реализовывать проект, на который выделили почти 5 миллиардов тенге, начали несколько лет назад, но так и не запустили. Отчего предстоящая посевная кампания может оказаться под угрозой. Аделья Бжаркенова продолжит. В сельском округе Дулат Шустского района полторы тысячи гектаров орошаемых земель. Когда-то на них выращивали дыни, арбузы и другие бахчевые культуры. Но вот уже 6 лет вместо прибыли аграрии подсчитывают убытки. Реконструкция нескольких оросительных каналов должна была решить проблему дефицита воды. Однако амбициозный проект превратился в долгострой, сетуют крестьяне. Раньше мы получали 60-65 тонн арбузов дынь с гектара земли. Теперь уже 6 лет ничего не сажаем. Приходится в сезон арендовать поле в другом селе, бросать семью и работать там, чтобы хоть как-то прокормиться. Мы теряем основной заработок. На этих полях остаётся только косить траву. Продаём по полторы-две тысячи тенге за тюк сена. 15 каналов, несущих в поля оживительную влагу, начали восстанавливать в далёком 2017-м. На эти цели из средств Всемирного банка государство заняло почти 5 миллиардов тенге. На первом этапе за реализацию масштабного проекта взялась иностранная компания. Позже её передали другим подрядчикам. Но из-за подорожания стройматериалов работы приостановили. На тот момент так и не достроили 12 каналов. Ну а чтобы завершить проект, необходимы ещё 980 миллионов тенге, говорят в подрядной организации. На пяти каналах должны были построить 128 сооружений. Сейчас корректируем проекты. В Комитете водных ресурсов пообещали, что вопрос будет решён до 15 марта. Тогда работы продолжатся. Тем временем местные власти предупреждают, что строительство водоканалов, вероятно, не завершится к началу поливного сезона. Фермерам настоятельно рекомендуют в этом году не сажать бахчевые культуры. В профильное министерство направили письма о скорейшем завершении всех проектов. Кроме того, ведём разъяснительную работу с фермерскими хозяйствами и сельской администрацией. Просим заменить сельхозкультуры на те, что не требует большого количества водных ресурсов. Всего в трёх районах Жамбулской области в капитальном ремонте нуждаются почти 50 оросительных каналов протяжённостью 115 километров. Отмечается, что работы в Курдайском и Жамбулском районах завершены. По данным Козводхоза, на модернизацию ирригационной системы направили свыше 9 миллиардов тенге. Владельцев автомоек обяжут установить очистные сооружения для повторного использования воды. Такой информацией поделились в профильном ведомстве. Там даже разработали концепцию развития системы управления водными ресурсами. В первую очередь документ нацелен на выработку мер для экономии и повторного применения живительной влаги. С чем это связано и когда заработает механизм, узнавала Мира Альжанова. Чтобы помыть одну машину, в среднем расходуется около 10 литров воды. Тратить много живительной влаги автомойщикам невыгодно, так как коммунальные счета бьют по карману. Именно поэтому сейчас многие автомойки города используют вот такие автоматические дозаторы воды. Данные устройства позволяют регулировать объём воды благодаря дозированной подаче на одну грузовую. Машину, как утверждают мойщики, расходуется максимум 13 литров воды. К тому же коммуслуги с начала года подорожали на 30%. Потому, чтобы оплатить ей аренду помещения, владельцы автомойок вынуждены экономить на всём. Ну вот в день мы моем от 5 до 7 машин, вода уходит в зависимости от загрязнения машины. Вода не питьевая, вода идёт с труб. Вода идёт, на машину уходит сколько? Столько всё. Потом выключаем, воду всё. Вода выключена везде сейчас. Машину никто не моет, вода не течёт. Между тем, в профильном министерстве посчитали, что на мытьё одного транспорта автомойки расходуют до 250 литров воды. А на одну грузовую машину и того больше 700 литров. Это 100 миллионов кубометров в год, отметили в ведомстве. Для экономии живительной влаги там разработали специальную концепцию. Она обяжет предпринимателей установить фильтры для повторного использования воды. Мы ставим уже требования, чтобы те предприятия, которые потребляют пути воду, на автопоеку, на технические нужды, поэтапно переходили на водосбережение. То есть имеется в виду здесь, что мы в любом случае, конечно, не будем сразу требовать. Мы даём определённые сроки, чтобы за этот период данные предприятия уже в системе учитывали. Очистные сооружения позволят включить воду в постоянный оборот, рассчитывают в профильном ведомстве. Это нововведение коснётся не только автомоек. Экономить ресурсы нужно будет саунам, баням и другим объектам МСБ, чья деятельность связана с использованием большого количества воды. Ранее специалисты отмечали, что к 2050 году республика может потерять 50% воды. Поэтому вопрос экономии для Казахстана сейчас стоит как никогда остро. С начала года в Алматы оштрафовали свыше 700 водителей за загрязнение воздуха. Об этом сообщили в городском департаменте полиции. Основная цель – улучшение экологической обстановки в городе. По данным специалистов, всего в мегаполисе установлено 19 эко-постов с газоанализаторами. Помимо этого запущен пилотный проект «Эко-Сергек», который помогает выявить уровень выбросов вредных веществ. Это устройство называется «Газоанализатор». С помощью него мы проверяем газ и бензин. Здесь есть специальные фильтры, которые мы заменяем при необходимости. Он отправляет данные на компьютер, где высвечиваются все замеры и сохраняются в базе данных. По словам специалистов, все отчеты отправляются в ответственные ведомства для составления общей картины загрязнения окружающей среды. Штраф за первичное нарушение для физических лиц – порядка 37 тысяч тенге, а для юрлиц – около 370 тысяч тенге. В случае неустранения и повторного нарушения в течение года физлиц могут оштрафовать на 73 тысячи, а юрлиц – почти на 740 тысяч тенге. На ежедневной основе нашими сотрудниками, совместно с экологами Акимата города Алматы, останавливаем транспортные средства на проверку выявления выхлопов. В случае выявления превышения норм ЦО в отношении водителей составляется административный протокол по статье 334, части 1, части 2. Во избежание штрафов загрязнения окружающей среды просим вас своевременно проходить технический осмотр своего транспортного средства. Более 30% казахстанских автодорог требует капитального ремонта. Речь идет о трассах республиканского значения. Об этом сообщили в нацкомпании «Казавтожол», отметив, что планируют выполнить планку за 4 года. А пока водители недовольны не только качеством асфальта по платным направлениям, но и расчисткой дорог после снегопада, что влияет на состояние покрытия. Диас Мохамбетов расскажет подробнее. Это одна из баз дорожно-эксплуатационного участка близ Алматы. Порядка 30 специалистов при помощи спецтехники очищают трассу Алматы-Усткаменогорск. Завершаем зимний сезон содержания дорог на данном участке. Его протяженность составляет больше 100 километров. Вся необходимая техника у нас имеется, включая снегоуборочную. На сегодня расчищаем участки там, где наша крупная дорожная техника не способна это сделать. Это мосты, развязки, тротуары, придорожная наледь. Сегодня по республике имеется 17 платных участков протяженностью больше 3000 километров. Часть дорог нуждается в капитальном ремонте. Этот участок республиканской автодороги Алматы-Усткаменогорск. Сутки здесь проезжает 25 тысяч машин. Летом это количество значительно увеличится. По окончании зимнего сезона национальная компания Казахтажол намерена создать специальную комиссию по оценке качества дорог. Сейчас средний тариф 1 тенге за километр для легковых авто и 30 тенге для большегрузных. Представители нацкомпании, сравнивая цену с другими странами, говорят, что такой дешевый тариф только у нас. К примеру, в России и Турции стоимость равняется 7 тенге. В этом году в Минтранспорта намерены повышать тариф за езду по платным дорогам. Хотя автолюбителями высказываются нарекания и предложения. В прошлый раз сколько пришлось стоять из-за снегопада. Деньги большие платим. Нас 4 фуры. В месяц отдаем 600 тысяч тенге. Качество не выдерживает критики. Больше года езжу по этой трассе. Поскольку это платная дорога, то отношение к ней должно быть соответствующее. Своевременно чистить, ремонтировать. Вот посмотрите на Бакат. Одно удовольствие на таких дорогах ездить. Филиали нацкомпании отметили, что в состав комиссии войдут представители Национального центра качества дорожных активов областного департамента полиции и подразделения Казавтожол. По итогам комиссии создается план работ на текущий сезон. Подразделение Кашсервис приступает к работам в апреле месяце после утверждения плана. В Алматинской области сеть республиканских дорог на сегодняшний день 1783 километра. Всю протяженность обслуживает 7 дорожно-эксплуатационных участков. В прошлом году в Казахстане построили и отремонтировали более 10 тысяч километров дорог. Большая их часть – это трассы республиканского значения. Благодаря этим работам открылось движение на участках Караганды-Алматы, Талдыкурган, Усть-Каменогорск и Атарау-Астрахань. На новые дорожные проекты в ближайшие 6 лет намерены потратить примерно 15 миллиардов долларов. Диас Махамбетов, Ернат Булатбек, телеканал Алматы. Сказку «Шарля Перо. Кот в сапогах» покажут в Государственном кукольном театре Алматы. Зрителям она будет представлена уже на этой неделе. К слову, это первый проект театрального актера Булата Моменджанова. Начинающий режиссер уверен, что многолетний опыт на сцене наконец подоспел к тому, чтобы притворить творческие замыслы в реальности и передавать знания юным последователям. Айдана Нураш продолжит. Спектакли «Каштанка», «Магбет», «Приключения Буратино», в которых главные образы сыграл Булат Моменджанов, полюбились не одному поколению зрителей, подарив им неподдельную радость. Достичь такого уровня помогли оточенный годами профессионализм и любовь к своей работе. Но в начале творческого пути актер и не подозревал, что его жизнь будет связана с куклами. В академию, к сожалению, не поступил. Потом мне пришлось идти в эстрадный цирковой колледж. Туда поступил не на актера драм-театра, а на театр кукол. Актера театра кукол. Через не шесть месяцев, а через год я уже начал понимать только, что это тоже искусство. В руках Булата Моменджанова куклы буквально оживают. Они обретают характер, особый взгляд и манеры. Приходите на спектакль «Кот в сапогах». Пока! Только теперь эти способности артист решил использовать для больших целей. 20-летний актерский опыт Булата Моменджанова гармонично перерос в режиссуру. Сейчас талантливый казахстанец работает над своей первой постановкой. Для него важно не донесение своих чувств и эмоций, а пробуждение их в других актерах. Я с ним работаю как с режиссером, и он нам показывает не только там какие-то миссансцены. Он сейчас показывает, как нам актерски обыграть какие-то моменты. Я думаю, это очень хорошо помогает нам, как актерам. Поэтому мы очень благодарны. Он очень ответственно относится к этому спектаклю. Уже больше месяца работаем над этим спектаклем. Так он, можно сказать, живет этим спектаклем. Уже больше, может и больше. Берем куклу, смотрим, образ, характер, все создаем. Через себя пропускаем все это актерское мастерство и передаем кукле. Если ты почувствуешь, что ты передаешь все это кукле, значит, кукла будет работать. За свою актерскую деятельность Булат Моманджанов сыграл больше 30 главных и второстепенных ролей. В будущем мужчина планирует режиссировать театральные спектакли на международном уровне. А в достижении этих целей наш герой не сомневается. Ведь он уверен, что ежедневный труд и желание радовать детей и есть тот секретный рецепт его успешного творческого пути. Айдана Нураш, Ернат Полотпек, телеканал Алмата. На этом наш выпуск завершен. А я напомню, интересными новостями вы можете делиться по номерам, указанным на экране. Всего доброго, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова